Серьёзно? Да, серьёзно. Пацан к успеху шёл. Не получилось, не фартануло. Тони, сделай что-нибудь страшное. Опа! Нормалёк пойдёт. Ой, блядь. Давай по новой, Миша, всё хуйня. Выполняй простые задания на своём мобильном или планшете и получай золотые орлы в игре War Thunder. По моему промокоду на экране вы получите свои первые 10 золотых орлов. Ссылка в описании. Приветствую всех, дорогие друзья. Рад вас всех видеть, с вами снова Крюга ТВ. И сегодня поговорим о не штурмовой штурмовке. В этой рубрике я, как обычный танкист, обычный игрок, высказываю своё мнение о том или ином самолёте в совместных боях игры War Thunder. И поговорим сегодня о F-89B. Если вам будет что добавить, не стесняйтесь пользоваться комментариями. Напоминаю, я могу очень сильно чудить в воздушных боях. Либо я постигаю эти крафты и какая-то часть этого материала попадает в видео. Либо я просто криворукий рукожоп и так вот летаю. Так что всё приветствуется. Ну а теперь ближе к теме. F-89B это очень занимательный и премиальный реактивный истребитель. Боевого рейтинга 7,7 пятого ранга. И он для совместных боёв удивительно неплох. Я уже рассказывал по-моему раньше, а может быть ещё только расскажу. Не знаю в каком порядке выйдут видео. Его братья-близнецы F-89D. Который оснащён ракетами. Противовоздушными в основном. И он прекрасен в своих реалиях воздушных боёв. F-89B примерно так же хорош в совместных. Почему? Давайте разберёмся. Начнём с вооружения. И оно просто шикарно. Это 6 20-мм пушек М24А1. И казалось бы, ну что с того? Вот допустим, да? Боевой рейтинг 7,7. Есть, предположим, какой-нибудь F2H2 на 8,0. Банши. Там тоже 4 пушки М3 20-мм. И что? Она же вообще не используется в совместном там пробитии 33 мм. В упор. Кого-то там и как собрался пробивать с дистанции. Так вот, F-89B не так прост. Он вообще не прост. Эти двадцатки, которые на нём установлены, пробивают аж 53 мм брони в упор на полностью бронебойной ленте. И 39 мм брони на дистанции в 500 метров. А значит, спокойно справляются с нашим боевым рейтингом в крышу. Причём скорострельность у них настолько лютая, да их ещё и 6 штук, что ни одному не поздоровится. Буквально за секунду, несколькими прокликами, вы легко сбриваете какие-то мелкие цели. Даже леопарды и прочие такие вот средние танки отъезжают у за полторы секунды вместо секунды. И это очень даже серьёзно. Плюс к этому у нас довольно приятный боезапас в 1200 снарядов, то есть 200 на ствол. Это позволяет нам сделать ну допустим 3 фрага, если стрелять даже не сильно экономия. И это на мой взгляд великолепно, поскольку не приходится возвращаться постоянно на филд и обратно. Хотя F-89B определённо может. Ибо ЛТХ позволяют, но здесь тоже нюансик есть. По сравнению со своим братом, этот самолёт куда легче. И чувствуется таковым, естественно, поэтому с манёврами у него всё проще. Динамика у него на порядок лучше. Но, тем не менее, все фишки брата при себе. Максималка отличная. 1111 км в час. У нас довольно хорошая уже динамика для того, чтобы отрываться от вражеских самолётов. Нужно только вовремя их заметить. И скороподъёмность более чем приятная. Так что, в плане возможности от кого-то удрать или наоборот, кого-то догнать, F-89B в совместных боях неплох. Спокойно будет убивать всё, что появляется в воздухе. Ну, если вы замечаете это. Также хотелось бы отметить, что не очень хороший вираж у нас тоже при себе. Хотя на скорости свыше 600 км в час доворачивает F-89B довольно бодро. Причём делает он это без каких-нибудь порванных крыльев до скорости где-то в 900 км в час. А это серьёзно. Он выдерживает хорошие перегрузки. Так что вам будет довольно приятно на нём летать. Но стоит помнить два момента. Разогнавшись до скорости 800 и более км в час, помните, что выйти с пикирования будет уже довольно непросто. Также к этому добавляются сложности перекладки. Самолёт всё-таки огромный, так же как и братецкий. Поэтому перекладывается тяжело. Плюс к этому у него не очень всё хорошо с диагональными манёврами и рулями направления. Если направления рули ещё как-то работают в ограниченном секторе, то после перекладки вы какое-то время не можете нормально довернуть до противника. Вы либо будете тянуться вверх, либо вообще замрёт у вас прицел практически на месте. Похоже немножко на поведение ИЛА. Здесь не в такой степени. С ИЛА вторыми вообще всё плохо там. Понятное дело, динамика топора и не летайка. Но здесь тоже замечаю такую историю. Неприятно. Приходится, естественно, помогать дополнительно доворотом через перекладку. И вот это опять же сбивает прицел. Тратит наше драгоценное время. Мы дополнительно разгоняемся. А не забываем, что истребитель реактивный. И делает это быстро. Поэтому, ну, как-то надо аккуратнее строить заходы так, чтобы не приходилось сильно доворачивать до противника, только если не вверх-вниз. С рулями высоты у нас всё более-менее окей. Особенно, если мы говорим про невысокие скорости, как я и говорил. Поэтому, на мой взгляд, это грозное оружие в совместных боях. Причём, несмотря на бронебойную ленту с такой дикой скорострельностью, мы спокойно сбиваем и вражеские истребители, бомбардировщики, штурмовики. Главное — попасть. Но, в целом, и баллистика у данных орудий очень приятная. И даже на дистанцию в километр-полтора стрелять более чем уместно. Причём, кстати, даже по наземке. Особенно по лёгким танкам. Вообще без разницы, какая там дистанция, вы их будете сбривать практически моментально. Так что строго рекомендую. И награда у этого истребителя тоже великолепная. Это 606% исследований, 750 к заработку. И управляется он приятно, и динамика у него куда лучше. Его, может быть, и, в принципе, в воздушные бои можно взять. Если интересует видео по воздушной МРБ на F-89B, то дайте знать. Я не уверен, что он там прям супер хорош. Мало ли, когда-нибудь до этого доберёмся. А для совместных считаю, что пушечный реактивный истребитель — это нечастое явление, особенно если без дрынов, а на двадцатках с такой дикой скорострельностью. И это очень приятно. Его можно поставить в сетап довольно удачно, кстати, к американцам на этом боевом рейтинге. Поэтому, да, это точно моя рекомендация к тому, чтобы заиметь его себе в ангар и начинать разваливать чумазах, когда те этого не ждут. Тем более, что вы, опять же, и с воздушными целями можете вполне нормально бороться. На проходах в основном, или как-то их забумзумить, желательно не виражить. Тут только с бобрами какими-нибудь. Всё остальное лучше не цеплять на такие манёвры, ибо без динамики, когда у вас уже не будет скорости, вы очень уязвимая цель. Ну и самое главное — не забывайте, что не очень хорошо он переживает попадания, плюс он огромный. Поэтому лучше противникам не давать лишний повод вас бить. Так что тролльте на земку и веселитесь. Не знаю, что ещё добавить, как-то очень быстро и просто о нём удалось рассказать. Надеюсь, вам было интересно послушать. Не буду тянуть яйца за кота. Попрощаюсь на этом. Увидимся в следующих видео. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok